Приветствую вас во второй части по вязанию кофточки для собачки. Оставив 22 петельки с каждой стороны, у нас должно получиться вот такое вязание. И сейчас ниточка рабочая находится в начале лицевого ряда, то есть вот здесь вот от косички немножечко дальше. Независимо от того, где у нас сейчас рабочая ниточка, нам нужно начать вязание именно с вот этих 9 брошенных в конце лицевого ряда петель, так как мы их фактически не довязали. То есть они у нас находятся на ряд ниже, чем вот эта сторона. Нам нужно вот эти петельки сейчас догнать, скажем так. Поэтому мы берем на краешек ниточки, ой, на краешек спицы, скажем, надеваем вот эти вот все петельки оставленные, 13 петель в данном случае. И будем начинать вязание с вот этих 9 брошенных в конце ряда петелек. Это петли планки, плюс 2 петли и плюс кромочная петелька. То есть вот так вот я сейчас потяну спицу и прям с чулочной спицы начну вязание первого ряда. То есть сейчас я беру ниточку, вот эту отрезаю, она нам не нужна. Оставляю лишь только небольшой хвостик для того, чтобы его спрятать. Отрезали ниточку и теперь присоединяем рабочую нить вот сюда, в начало первой петли. То есть мы натягиваем просто ниточку, я ее нигде не закрепляю, а начинаю вязать по рисуночку. Это у нас 2 лицевые, 1 изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая и кромочная петля изнаночная. То есть фактически мы довязали как бы ряд до конца, пока вот эта ниточка тоже у нас остается хвостиком, которые не спрятаны. И теперь мы начинаем делать обвязывание вот этих краешков для того, чтобы выровнять как бы вязание. И как вы видите, у нас одна сторона короче, чем другая сторона, то есть перед короче, чем спинка. И сейчас мы начинаем обвязывать. И сейчас также я хочу заострить ваше внимание на то, что если мы будем сейчас обвязывать по тем петелькам, которые у нас есть, то у нас резиночка слишком получится стянутая. Нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы резиночка получилась стянутая, но при этом аккуратная. И, скажем так, она была по окружности обхвату бедер собачки. То есть нам нужно, чтобы она была не стянутая слишком. Поэтому мы будем добавлять петельки. Итак, кромочную снимаем. Далее вяжем изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, то есть наши петли планки. Далее мы переходим на резиночку, продолжать, скажем так, на лицевую и изнаночную уже на вот этих петельках, которые у нас сейчас были оставлены. То есть, посмотрите, вот они у нас. И теперь мы, получается, вяжем первую петлю уже из лицевой глади, изнаночную и лицевую. То есть, вот это у нас, получается, петелька, которая была первой при соединении ниточки, она у нас сейчас лицевая. Далее здесь у нас была пропущенная петля, поэтому мы должны здесь поднять петлю и связать ее по рисунку изнаночной. Поднимаем промежуточек. Далее переворачиваем его, как бы перекрещиваем. И вяжем изнаночной петлей, чтобы у нас здесь не получалась дырочка. Она немножечко получится, но, в принципе, по ходу вязания потом вы ее не будете видеть. Далее должна идти лицевая, поэтому вот эту брошенную петельку мы вяжем лицевой. Снова здесь была пропущенная одна петля. Вот чтобы не было промежуточка в этих, мы снова поднимаем петельку, перекручиваем ее, вяжем изнаночную. Далее снова вот эта петелька, которая есть лицевая, снова поднимаем промежуточек, перекручиваем его и вяжем изнаночную петлю. Далее снова лицевая петля, из петли, которая есть. Из промежуточка поднимаем, снова вяжем изнаночную петлю. И далее петля, которая уже есть, это лицевая. Снова из промежуточка перекрещенная петля изнаночная. И здесь петля уже есть, это лицевая. Из промежуточка поднимаем петля изнаночная. И здесь, которая есть, петля лицевая. Снова здесь из промежуточка поднимаем петлю, перекрещиваем, делаем изнаночную. Снова петля, которая есть, это лицевая. То есть, что мы делаем? Мы добавляем петельки, параллельно вывязывая их уже резиночкой один на один. То есть, как бы продолжаем вот этот рисуночек планки. Далее снова из промежуточка поднимаем, вяжем изнаночную. Из петли, которая есть, вяжем лицевую. До тех пор, пока не закончим вязание вот этих петелек, которые у нас вязались поворотными рядами. И чтобы не было дырочек между ними, чтобы полотно не было стянутое, мы продолжаем вот так вот поднимать промежуточки, вывязывая их по рисуночку, как они у нас получаются по чередованию, изнаночными петлями. А из тех петелечек, которые у нас были оставлены в данном случае, вот как с этой стороны, они у нас здесь идут лицевыми. Далее снова из промежуточка у нас петля изнаночная. Из петли петля лицевая. Вот так вот. Далее снова здесь из промежуточка петля изнаночная. Обязательно перекрещивайте. И петля лицевая. Снова из промежуточка петля изнаночная. И из петли петля лицевая. И вот здесь вот у нас уже, как вы видите, нет промежуточка, поэтому мы продолжаем вязать изнаночная, чередуя петля. Можем, в принципе, здесь и сделать вот этот промежуточек, чтобы не было наверняка дырочки. Провяжем его изнаночной, а далее чередуем то лицевая петля, то изнаночная, то лицевая, то изнаночная, лицевая, изнаночная. Это мы уже начали вязать те петельки, которые у нас остались вот здесь вот, скажем так, нетронутыми. Далее снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И далее у нас должна идти здесь изнаночная петля. Мы можем в принципе здесь, скажем так, для того, чтобы у нас красивыми петельками легли петли, сделать убавление вот здесь вот над изнаночными двумя провязать одну изнаночную, то есть сделать убавление. И над изнаночными двумя провязать вторую изнаночную и сделать убавление. Либо же по рисунку провязать. Сейчас у нас должна идти изнаночная, поэтому мы провяжем здесь за 2 петельки одну изнаночную петлю. То есть мы как бы сократили из двух лицевых, сделали одну изнаночную. Так как мы в петлях, скажем, жгутика делали прибавление в начале вязания. Далее у нас должна идти лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот эти 2 петельки лицевые мы провяжем как одну лицевую. Далее снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Изнаночные 2 петельки лицевые вяжем одной изнаночной петлей. То есть мы как бы делаем небольшое сокращение. Мы все вот эти петельки, где вязали промежуточные попарно, мы провязали точно так же попарно вместе. То есть делали 3 петли, убавили сокращение. Далее у нас должна идти лицевая, так и вяжем лицевой. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Мы дошли до петельки, которые здесь ниточку рабочую бросили. И далее мы сейчас должны будем точно так же из промежуточных полупетелек вывязать полноценные петли. То есть там, где у нас петельки, мы будем их вязать. Там, где промежуточек между петельками, мы будем ввязывать снова промежуток. То есть сейчас мы поднимаем здесь промежуточек. У нас здесь, видите, вот такая ущелина. Ее не должно быть. Мы поднимаем промежуток, перекрещиваем его и вяжем изнаночной петлей. Далее снова лицевая у нас идет над петлей. Промежуточек мы перекрещиваем, поднимаем и вяжем изнаночной петлей. Снова петля лицевая над уже сформированной петелькой. То есть сейчас точно так же в промежуточках поднимаем, перекрещиваем, вяжем изнаночные петли. Там, где у нас просто петельки, это лицевые. То есть точно так же продолжаем, поднимаем промежуточек, вяжем изнаночную петлю, а где петелька, там лицевую. Вот так продолжаем чередовать. Довязали промежуточные изнаночные петельки, чередуя с лицевыми петлями. И сейчас мы дошли до наших 9 изначальных петелек. В лицевом ряду это начальные петельки и в конце это 9 изнаночных конечных петелек. Теперь смотрите, мы сейчас должны будем, чтобы правильно сомкнуть нашу резиночку начало и конец, мы должны будем посмотреть, какие петельки у нас уже здесь есть. Это у нас кромочная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И далее две петельки, из которых одна должна быть лицевая и вторая изнаночная. Здесь я закончила провязывать лицевой петлей, поэтому здесь я петельку никакую не набираю в этом промежуточке. А сразу же вяжу следующую петлю, изнаночную, далее лицевую. И у нас дальше идет по рисунку изнаночная, лицевая. Вот так и вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная петля, изнаночная. То есть мы сомкнули начало и конец вязания. Как бы по рисунку резиночки 1х1 от начала до конца вязания. То есть смотрите, у нас все полностью перешло на вязание резиночки. Вот этот краешек ниточки нам нужно будет спрятать с изнаночной стороны. И вот этот краешек ниточки нам нужно будет спрятать с изнаночной стороны. Теперь мы продолжаем вязать вот эту резиночку 1х1. Здесь у нас получилось, посмотрите, как бы полукругом. Я бы даже сказала слегка, скажем так, ровным. И вот здесь вот закругленной частью. То есть для того, чтобы эта сторона была широкая. Сейчас у нас по, скажем так, по длине спинки. Мы должны выйти на длину спинки, которая нам нужна в кофточке. То есть смотрите, я мерила от холки до, скажем так, хвостика. Мне нужно 30 см. Сейчас при вязании, вот на данном этапе, у меня 28 см и пару мм. То есть мне сейчас остается 1 см 8 мм, либо 2 см, уже дополнив 30 см длины спинки довязать. Вот здесь вот резиночку 1х1, 2 см по всей, скажем так, окружности. Если же у вас здесь кажется коротковато, то есть вы хотели бы еще длиннее ее сделать, к примеру, у вас такса, вот, то вы продолжаете делать вот эти убавления еще буквально несколько раз, бросая по петельке. Либо, наоборот, вам нужно короче, то вы, вариант номер 1, это начинаете делать, скажем так, вот эти убавления раньше на нескольких рядочках. Либо, вот здесь вот последние два раза, когда мы бросали по петельке, провязать, к примеру, бросить не по одной петельке, а по две, либо по три. То есть можете один раз бросить две, следующий ряд три. И вы, как бы, резче закончите вот эти вот убавления делать, то есть бросать петельки, и у вас получится более закругленный вид. Либо же вы хотите, допустим, кофточку более закругленную, ну, то есть, к примеру, хотите спиночку более уже, чем я это сделала. Вот, то, опять же, таки, вы будете бросать, к примеру, не по одной петельке, а сделав несколько раз по одной петельке, можете бросать по две, по три петельки. Ну, то есть, уже в зависимости вы регулируете от размера нужного вам. Вот, то есть мне сейчас, я вышла на размер, который нужен мне, и я продолжаю вязать просто резиночкой один на один. Я сейчас довяжу до, скажем так, момента, где у меня петелька для пуговички делается, до той планочки в конце ряда. Провяжу этот ряд и в обратном направлении второй ряд, а затем, получается, в третьем лицевом ряду резиночки наши. То есть, я сейчас провяжу первый ряд лицевой, затем второй изнаночный и в третьем лицевом ряду, по счету от сейчас момента, я сделаю петельку для пуговички, для того, чтобы по центру резиночки один на один по ширине два сантиметра, я сделаю, получается, через один сантиметр петельку для пуговички. То есть, в принципе, вот как раз она здесь где-то и должна располагаться, вот на уровне, скажем так, через сантиметр, вот я ее через сантиметр где-то и сделаю. Даже если она будет ближе, чем на 7 сантиметров, скажем так, вот здесь вот у нас промежуточки были, ничего страшного, это уже последняя петелька, которая будет у вас застегиваться, скажем так, снизу, никто не будет у вас эти миллиметры вымерять. Вот. И так далее. То есть, дальше продолжаем вязать просто резиночку один на один. Провязав резиночку в конце лицевого ряда на петлях планки, мы вяжем изнаночную над изнаночной, далее лицевую. Далее у нас идет изнаночная лицевая, мы вяжем их вместе за дальние стеночки одной изнаночной петлей и делаем накид. Довязываем до конца ряда изнаночная лицевая и кромочная петля изнаночная. С изнаночной стороны, как всегда, все как обычно. Кромочную снимаем, далее изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. У нас накид восполнил изнаночную петлю, поэтому вяжем изнаночной петлей. Над убавлением вяжем лицевую и так далее. Продолжаем вязать, чередуя лицевая и изнаночная петля, пока не довяжем до конца ряда. Связали 5 рядов в резиночке 1х1, закончив с изнаночной стороны. И теперь в лицевом ряду, в начале 6 ряда, мы будем вывязывать 6 ряд и закрывать постепенно петельки. Кромочную снимаем, далее по рисунку у нас идет изнаночная. Мы так и вяжем над изнаночной и изнаночной. И кромочную переодеваем на провязанную только что изнаночную петлю. Спускаем полностью петлю, кромочную сработаем. Далее следующая идет лицевая, мы провязываем лицевой и на нее переодеваем предыдущую петлю, спуская эту петлю получается с работы уже полностью на лицевую петлю. Далее изнаночная, перетягиваем на нее предыдущую, лицевая над лицевой, перетягиваем предыдущую, изнаночная над изнаночной, перекидываем предыдущую. И вот таким вот образом мы будем над петлей провязывать петлю по рисунку и делать перекидывание предыдущей провязанной петли. Вот таким вот образом. Это самый простой способ закрытия петельчек резиночки один на один. И вот я им воспользуюсь. Хотите, по желанию, можете закрыть трикотажным швом. Это выглядит еще более аккуратнее, чем мы сейчас с вами закрываем. Вот, но это для тех, кто умеет, скажем так. Сейчас я трикотажный шов вам как делать не буду показывать. Вы можете посмотреть его в интернете. Очень много есть видео закрытия резиночки один на один иглой или трикотажным швом. То есть, ведете, можете так и так вести, посмотреть. Сейчас я вам показываю самый простой способ. Вот так вот провязываем петля над петлей по рисунку. И постепенно закрываем все петельки по кружности бедер. Вот так вот. И мы вот так вот идем, закрываем петельки до самого конца. Пока у вас не останется всего лишь одна петля. Вот таким вот образом на правой спице. Вот. Все остальные петельки у вас будут закрыты. То есть, вот так будет выглядеть ваша, скажем так, косичка закрытия петель. Дозакрывав все петельки, у нас осталась одна петля. Я ее перенесла на крючок, подтянула. И делаю две воздушные петли, которые хорошо-хорошо подтягиваю. Первая воздушная петля подтянула, вторая. И оставляю вот такой вот буквально небольшой хвостик. Для того, чтобы спрятать ниточку. И отрезаю. У нас достаточно близко получилась петелька к краю, скажем так, полностью краю. То есть, если вы посмотрите на верхнюю петельку, у нас здесь, как вы видите, было где-то сантиметр от начала, от края, скажем так, наборочной косички. А здесь получилось буквально полсантиметра. Можете еще провязать один ряд и закрыть и сделать с изнаночной стороны. Вот, то есть, если вы лицевой провяжете, а с изнаночной закроете, то здесь добавится количество петель. Но, опять же таки, это если позволяет вам длина спинки. У меня здесь уже более чем 30 сантиметров, поэтому я не хочу, чтобы кофточка слишком была длинная. Поэтому я оставляю все так, как есть. Подтягиваю петельку и прячу вот эту ниточку с изнаночной стороны. Вот эти все хвостики нам нужно закрепить и точно так же спрятать. Вот. И теперь мы приступаем к обработке рукавчиков. То есть, мы должны довязать рукавчики, чтобы они имели красивый вид. Для начала, вот эти открытые петельки перенесите на 3 чулочные спицы, по желанию на 4, если вам удобнее вязать на 4 спицах. Вот. И мы продолжим, скажем так, делать им длину и тем самым вот здесь вот прятать, скажем так, все изъяны, которые могут получиться. Вот так вот под ручкой или под лапкой. Вот. И точно так же вы будете сделать и второй рукавчик аналогично первому. Я вам покажу, как связать первый рукавчик, вы сделаете второй. И затем мы с вами сделаем капюшончик. Для удобства я распределила на 3 спицы по отчетному количеству петелек. Далее берем рабочую ниточку и оставляем хвостик подлиннее. То есть не пожалеете здесь оставить сантиметров 15 ниточки. И отправляем вот так вот ее вперед. Эта нам ниточка пригодится для того, чтобы сшить дырочку на, скажем так, под лапкой. Вот так. И теперь начинаем вязать с первой спицы. И будем вязать по спирали 3 ряда просто лицевыми петельками. То есть я не закрепляю ниточку. Я ее потом буду сшивать. Поэтому я просто вот так вот натягиваю хорошо. И начинаю вязать просто лицевыми петельками все 3 спицы. Первая спица четное количество, как я уже сказала. Далее вторая спица четное количество, третья. И как бы получается провяжу первый ряд. Затем первая, вторая, третья спица, второй ряд. Первая, вторая, третья спица, третий ряд лицевыми петлями. Провязав 3 спицы, соединяем первую и третью максимально близко. И продолжаем вязать второй ряд. Возможно сейчас у вас немножечко привытянется вот эта ниточка и петелька. Но вы вот так вот потянете и ничего страшного в принципе здесь не случится. Поэтому продолжаем вязать второй ряд и третий. В начале четвертого ряда переходим на вязание резиночки один на один. Чередуем то лицевая петля, то изнаночная. Я начинаю с первой лицевая, далее изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот это четное количество на каждой спице нам, скажем так, будет заканчивать вязание на каждой спице изнаночной петлей. Тем самым вот этот переход со спицы на спицу при вязании резиночки не будет заметен. То есть каждая спица у вас начинается с лицевой петли, заканчивается с изнаночной. Вот так вот сформировав первый ряд лицевая, изнаночная петля, то есть резиночку один на один, мы продолжаем вязать таким образом еще получается 4 ряда. То есть всего нам нужно провязать с этим рядом 5 рядочков резиночки один на один. И при вязании шестого ряда, как я делала вот здесь в резиночке нашей обвязочной на спинке, я делала 5 рядочков и шестой ряд я затем заканчивала. Точно так же я делаю и на лапке. Хотите, можете связать резиночку пошире, то есть в зависимости от длины лапок вашей собачки, вы можете в принципе варьировать. Хотите, можете провязать просто лицевой гладью, допустим не 3 ряда, а 8 рядочков, тем самым увеличим на 3 см где-то ваше вязание лапки. А затем закончите резиночкой. Но я буду делать 3 ряда лицевой гладью и затем 5 рядочков резиночки один на один. На шестом ряду резиночки я буду делать закрытие петель. Связали 5 рядочков резиночки 1 на 1 и начинаем делать закрытие петель в начале шестого ряда после провязывания резиночки. То есть всего у нас сейчас получается провязывается 9 ряд закрытия. То есть 3 рядочка лицевой гладью и 5 рядочков резиночки 1 на 1. Над лицевой первой петлей ряда вяжем лицевую, над изнаночной второй петлей ряда вяжем изнаночную. и перекидываем лицевую на изнаночную петлю. Далее, следующая петля лицевая, перекидываем на нее предыдущую петлю. Изнаночная над изнаночной, перекидываем предыдущую петлю. И снова лицевая над лицевой, перекидываем предыдущую петлю. И изнаночная над изнаночной, перекидываем предыдущую петлю. То есть, каждую провязанную последующую петлю, на нее переодеваем предыдущую. Освободили одну спицу, отложили в сторону. Далее, приступаем к следующей. И точно так же лицевая провязываем, на нее перекидываем петлю, изнаночная на нее перекидываем петлю. То есть мы уже точно так же делали при закрытии петель на спинке и на нашем основном полотне. Точно так же делаем, продолжаем и вяжем на рукавчике. То есть все точно так же вяжем по рисунку резиночки и перекидываем каждую предыдущую петлю на провязанную последующую петлю. Оставшуюся петлю я перебрасываю на крючок и отрезаю ниточку таким образом, чтобы можно было этот хвостик спрятать. И так делаю я две воздушные петли. Первая воздушная петля хорошо подтягивает. И затем вторая воздушная петля вытягивает полностью хвостик ниточки. Подтягиваем наши петельки, они будут закрепительные. Далее поворачиваем таким образом, чтобы у нас была с внутренней стороны видна вот эта косичка петелек закрытия. Находим первую петлю и получается с одной стеночки и со второй стеночки ее захватываем. То есть вот она первая часть косички. И далее вытягиваем сквозь нее вот эту петельку. Получается захватывая хвостик. И далее этот хвостик нам нужно вернуть через стеночку первой косички, в которой мы закрепили. Вот так. То есть мы таким образом замкнули наше вязание по кругу. И теперь выворачиваем на изнаночную сторону. И нам нужно закрепить вот этот хвостик ниточки. Как я обычно закрепляю хвостик. Посмотрите, я делю пополам ниточку. То есть она становится гораздо тоньше. Соответственно из такой тоненькой ниточки узелок менее заметен. Затем захватываю за любую полупетельку. Абсолютно любую, которая находится поближе, скажем так, к этой ниточке. Вот в данном случае вот эта петелька у меня является ближайшей. Вот сейчас я, чтобы она не делилась, у меня ниточка захвачу и завязываю узелочек. То есть получается одной ниточкой у меня выходит завязать узелочек. Вот так. Один раз закрепили хорошо плотно. И второй раз. Все, ниточка уже никуда не денется. Соответственно нам нужно спрятать вот этот хвостик, который получился. Для этого берем, вводим крючок, можно в эту же петельку, сквозь которую вытаскивали пол ниточки. И вот таким вот образом, вытаскивая петельку по ходу направления косички, вот она у нас, мы так и прячем вот этот хвостик, вытягивая по ходу косички в каждую-каждую петельку предыдущих рядочков по столбику косички. Вот так. Подтягивая, можете сквозь последнюю петлю тоже продеть. Ну, то есть это вы уже смотрите сами. И у нас получается хвостик спрятан. И как вы видите, не видно ни узелочка, ни спрятанного хвостиком. Далее отрезаем ниточку. Можете так прятать. И вот здесь снизу я так прячу обычно. То есть обязательно фиксирую узелочком, маленьким, тоненьким, который будет, скажем так, незаметен и не ощутим. Но при этом будет хорошо и плотно держать ниточку. И теперь у нас остается вот такой вот хвостик ниточки и дырочка под лапки. Нам ее нужно также спрятать. Поэтому предлагаю вам вдеть вот эту ниточку в иголочку удобную вам. Можете маленькую, можете с большим ушком. Здесь уже вы смотрите, скажем так, какая у вас рабочая иголочка есть. Вот. И будем прятать этот, скажем так, изъян рукавчика иголочкой. Для начала поворачиваем удобной для себя стороной. Мне удобно обычно держать боком. И смотрим, где мы можем продевать вот эту ниточку. Своего рода мы сейчас будем прятать за вот эти вот внутренние... Вот если вы посмотрите с одной стороны косичка и с другой стороны косичка, это крайние петельки. Вот мы будем прятать сквозь вот эти петли, которые находятся у основания косички. То есть вот так вот в одну сторону спрятали, во вторую сторону спрятали. Далее с другой стороны нашли хвостик. Вот он у нас у основания. Спрятали. Снова у основания с другой стороны. Спрятали. Здесь он у нас у основания. Вот так вот. И с другой стороны. И вот так вот я буду прятать, вводя то в одну, то во вторую сторону. Хвостик я пожалела, как всегда, оставила очень короткий, поэтому у меня будет вытаскиваться. Но, как говорится, экономия должна быть экономной. И, в общем, с другую сторону вот так вот продолжаю протаскивать. То в одну, то во вторую. Вот здесь вот я еще посмотрю, есть у меня промежуточек. И если вы посмотрите, все, у вас никаких дырочек нету, ничего. Теперь остается лишь только вытащить на изнаночную сторону. И снова, как я вам уже показывала, я буду делить ниточку. Я сейчас отрежу для удобства немножечко хвостик, чтобы он мне не мешал. Далее делю ниточку пополам. Беру крючок, вытаскиваю через полупетельку ближайшую. И буду прятать по ходу косички, которая у нас образовалась вот здесь вот на линии регланы. То есть беру вот так вот, захватывая полупетлю. Сквозь нее продеваю хвостик один. И завязываю узелочек. И по ходу вязания вот этой вот косички, как она ложится, я прячу хвостики. Вот так вот один, второй раз, третий. То есть, в принципе, здесь не играет особой роли, сколько вы раз сделаете вот этот стежочек. Но, в принципе, конечно, играет. Почему? Потому что потом по ходу носки, скажем так, чтобы он не вылазил, не мешал. И, скажем так, не смущал в дальнейшем вас. Все, вот так вот я продела на пол косички у меня получилось. Можно чуть короче. И все, вот он ваш рукавчик без дырочки. Готовенький, аккуратненький. Это закрытие петелек я называю ленивое, потому что, в принципе, если закрывать пикотажным швом, иглой, то получается гораздо аккуратнее. И можно сказать, как магазинная вещь. Вот здесь же получается, как именно ручная работа. Второй рукавчик вы делаете точно так же. Прячете хвостик точно так же. Закрываете петельки. Все тоже то же самое. И здесь нам нужно будет пришить пуговички на планке, там, где нет у нас петелек. И на уровне, скажем так, петелек, пришив наши пуговички, мы разворачиваем на лицевую сторону и смотрим, какие у нас здесь есть верхние петельки. Для того, чтобы связать капюшончик, а его можно, в принципе, и не делать, если вам нравится так, мы берем рабочую ниточку, мы берем крючок и нашу, скажем так, спицу круговую. Вот. И начинаем делать набор. Пропускаем петельки планки. Как вы помните, петельки планки у нас здесь находятся, где пуговички. Вот. И дальше, начиная со следующей, вот здесь вот косички, вот они у нас полупетельки. С одной петли, со второй петли, с третьей и так далее. Вы выбираете вот этот крайний ряд резиночки один на один, либо можете ряд лицевой, который находится ниже. И за каждую вот петельку, вот она у вас петля, состоит из двух стеночек. Вот за каждую полупетлю вы подхватываете вот так вот петельки. Можете вот так вот и нанизать на спицу, а затем из них вывязывать. Вот. Хотите, можете из каждой полупетельки вывязать, скажем так, петлю за рабочую ниточку. Вот таким вот образом. И затем эти петельки переодевать на спицу. То есть вот сейчас у нас фактически готовые четыре петли. Мы можем их одеть на спицу. Но начинать эти петельки нужно гораздо раньше. То есть я вам уже сказала, что здесь вот пропускаем петли планки. То есть где-то вот с этой петли, начиная, за полупетельки мы будем захватывать вот эти наши, скажем так, петельки предыдущего ряда перед или после резиночки. То есть лицевые петли. Вот они у нас. Пожалуй, из этого ряда даже будет проще нам нанизать. И нанизываем мы петельки до тех пор, пока не дойдем до второй планки. То есть петли планки мы не трогаем ни с одной, ни с другой стороны. Капюшон у нас должен находиться. Петли планки попускаем с одной стороны, с другой стороны. Вот как раз-таки на промежутке над, скажем так, нашими лапками. Вот. И над петлями спинки. Но не на петлях планки. То есть можете здесь захватить петли переда полочки с одной и с другой стороны. Как вы помните, здесь у нас было по одной петле. Но не залазить на планочку. Потому что, когда вы будете застегивать, вот, петельки капюшончика, и вообще капюшончик, будет вам мешать застежки. Вот. Поэтому нам этого не нужно. Мы просто здесь пропустим эту застежку и начнем с вот этих вот петелек. Можете последние петли планки захватить. То есть от одной до петли первой с другой стороны. То есть вот здесь вот. И набираем постепенно, постепенно. Еще раз повторюсь. Хотите, можете набрать петельки. Хотите, можете взять вот так вот спицу. Пожалуй, так даже будет, я думаю, удобнее. Вот захватываем, скажем, первую петлю, вторую петлю, третью. Далее четвертую, пятую. И я захватываю, получается, полупетельки вот таким вот образом. То есть не всю косичку петли, а полупетельки. У меня получаются вот готовые петли. И когда я буду провязывать рабочей ниточкой, то у меня получатся уже готовые петли, из которых я буду вывязывать, скажем так, первые петли. Я предлагаю вам капюшончик связать просто лицевой гладью. То есть это с внутренней стороны. То есть получается, сейчас это будет внешняя сторона. Потом она сшиваться и получится внутренняя. То есть сверху вы будете вязать изнаночную гладь. Снизу вы будете вязать лицевую гладь для того, чтобы при сворачивании у нас была лицевая гладь, как бы наружная часть. Вот поэтому, если вы будете вязать ряд отсюда, то он у вас должен, как бы, вязаться, получается лицевыми петлями. Если вы ряд нанизав начинаете отсюда, то он должен у вас начинаться изнаночными петлями, так как у нас, как бы, это получится внутренняя сторона. Вот тут вы уже смотрите сами, с какой стороны вы хотите начать. Но главное, мы будем вязать поворотными рядами, просто ровное полотно, получится ширина капюшончика, которая потом будет сшиваться. По желанию на капюшончике вы можете также продолжить вот этот рисуночек. Я буду делать обычную лицевую гладь. Но по краям я сделаю несколько петелек резиночки один на один, для того, чтобы мой капюшончик трубочкой не скручивался, так как лицевая гладь имеет свойство скручивания. Вот, поэтому я, как везде делала резиночку один на один, так и в начале и в конце капюшона сделала первые петельки и последние резиночкой один на один. Набрав петельки, у меня их получилось 49, я провязала полотно. Причем первую кромочную я сняла, а далее связала изнаночная, лицевая, изнаночная и продолжила вязать лицевой гладью. Это с внешней стороны и закончила последние 4 петли. Это изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная петля. Вот, все остальное это лицевая гладь, с внутренней стороны это изнаночная гладь. Вот эти несколько петелек в начале и конце ряда провязаны резиночкой один на один, для того, чтобы полотно у нас не закручивалось. Как вы видите, оно максимально, скажем так, ровное и провязала я высоту 15 сантиметров. Затем общее количество петель делим максимально ближе к центру пополам. То есть, если у вас, к примеру, как у меня нечетное количество, то, соответственно, вы просто берете на одну петельку, больше одеваете на любую спицу. Здесь значение не играет. Если у вас четное количество, то у вас четко поделится на две равные части. Вот, для удобства я переодела на чулочные спицы две части. И вот так вот, если вы сомкнете, то получится, скажем так, вот такой капюшончик. И сейчас нам нужно этот капюшончик сшить. Существует, в принципе, множество способов, как это сделать. Один из способов, это вывернуть на изнаночную сторону и, закрывая петельки, скажем так, сшить параллельно две стороны. Но я сейчас для удобства и для более, скажем так, красивого, сдельного капюшона, то есть, чтобы не видно было шовчик, я это сделаю иголочкой. Для этого беру, отрезаю ниточку где-то в три сложения, вот так вот, полотна пополам, то есть, вот так вот, один, два, три. И немножечко оставляю хвостик, то есть, где-то порядка сорока сантиметров, можно чуть больше, чуть меньше. Оставляю ниточку и отрезаю хвостик. Далее, вдеваю ниточку в иголочку и буду сшивать трикотажным швом. Как сшить трикотажным швом, вы можете посмотреть отдельное видео в ютубе есть. Я же вам сейчас покажу способом, которым пользуюсь сама. Вдели ниточку в иголочку и теперь у нас имеется две стороны. Как вы видите, мы находимся сейчас с одной и с другой стороны напротив резиночки один на один. И далее у нас идет просто лицевая гладь. Там, где у нас резиночка один на один, мы также будем сшивать, как и там, где лицевая гладь. И немножечко будет видно вот здесь вот в начале, но абсолютно ничего страшного. Самая главная задача нам сейчас максимально близко и ровно сомкнуть вот эти две крайние части. Сверху и снизу, как сейчас выглядит это у меня. А затем пойдет, скажем так, уже более невидимый шовчик. Итак, сейчас вводим иглу вот так вот под работой вверх, в первую петельку. Вот так вот захватываем полупетлю и выводим наверх. Далее точно так же нам нужно поддеть петельку и с другой стороны, с внутренней на внешнюю. Вот так. И точно так же продеть. Мы, получается, прошили сначала верхнюю, затем нижнюю петельку. Я буду назвать верхнюю вот эту спицу, нижняя это ближе ко мне которая. Теперь прошиваем верхнюю петельку с верхней спицы вот так вот вовнутрь, как бы вводя. И вытаскиваем с внутренней стороны на наружную следующую петельку. Вот так. И прошиваем. Получается, мы прошили не прошитую сначала, а затем не прошитую петельку. Снизу делаем все то же самое. Сверху вниз выдеваем иголочку в прошитую петлю и снизу вверх не в прошитую петлю. И снимаем обе петельки со спицы. Прошиваем. Далее снова сверху вниз в прошитую петлю, снизу вверх не в прошитую петлю. И точно так же прошиваем две петельки. Сверху вниз в прошитую петлю и снизу вверх не в прошитую петлю с нижней спицы. Прошиваем. То есть попарно захватываем прошитую и не прошитую петлю, то сверху, то снизу. Чередуем. Хорошо подтяните для удобства вот эти петельки. То есть они у вас должны максимально здесь быть стянутые, там где резиночка. Далее снова сверху вниз прошитую и снизу вверх не прошитую. Попарно прошиваем две петельки с верхней спицы. Сверху вниз прошитую, снизу вверх не прошитую. И прошиваем две петельки с нижней спицы. Вот что у нас должно получаться. Далее снова сверху вниз прошитую петлю, снизу вверх не прошитую сверху петлю. И прошиваем две петельки. Далее снова сверху вниз прошитую петлю снизу и снизу вверх не прошитую петлю. Теперь прошиваем попарно. вот так мы прошили резиночку один на один здесь как я вам говорила будет более заметно сейчас мы перейдем на лицевую гладь и будет менее заметно сверху вниз прошитую петлю снизу вверх не прошит эту петлю прошиваем две петельки и повторяем то же самое снизу сверху вниз прошитую снизу вверх не прошитую снимаем со спиц наши две петельки снова сверху вниз прошитую снизу вверх не прошитую сверху вниз прошитую сверху снизу вверх не прошитую запомните самое главное два движения это вот так вводите вверх и вот так вводите вниз все то же самое повторяете и сверху и снизу до тех пор пока у вас сверху и снизу останется очень маленькое количество петелек то есть я потом вам покажу как мы будем их скажем так завершать в принципе можно было бы так делать до самого конца пока не закончится петельки то есть у меня это останется всего одна петля так как она не парная нечетное количество вот но тогда у нас получится слишком острый угол у капюшон чека а мне этого не нужно поэтому я хочу его сделать более закругленным и аккуратным и вот так вот если мы будем сверху вниз и снизу вверх прошивать то верхние парные петельки прошитую не прошитую то снизу у нас получится красивый трикотажный шовчик который нам заменит как бы ряд лицевых петель то есть вот посмотрите если вы соедините там где у нас скажем так лицевая гладь сверху и снизу то у нас как вы видите нет шовчика у нас получается сдельное вязание шовчик есть только там где у нас резиночка один на один то есть вот здесь и так мы попарно прошиваем 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 до буквально вот этих вот последних пяти петелек то есть чтобы у вас осталось на одной спице две петли а на второй спице три петли ну если у вас не парное количество если у вас парное можете до последних трех с одной спицы и 3 с другой спицы можете по 2 оставить то здесь уже в принципе зависит от того насколько вы хотите закругленный сделать капюшончик если вы закончите все петельки точно также сшивать то у вас получится вот такой прямой угол и так вот осталось пять петелек мы можем прошить еще парно сверху две петли в данном случае у меня это сверху возможно у вас это снизу вот и далее у нас остается всего лишь четыре петельки то есть две сверху и две снизу что я делаю так как я закончила скажем так вязание получается сшивать сверху то я начну с верхних петелек хотите можете если вы снизу закончили то начать с нижних мы просто переодеваем петельки на иголочку вот так вот прошиваем и далее с другой стороны на иголочку переодеваем вот эти петельки со спицы с нижней и точно так же их прошиваем то есть мы получается как бы присобираем оставшиеся четыре петли и вот так вот пальчик протянув скажем так и посмотрев где мы здесь закончили прошивать последнюю петельку вот она она у нас прошитая петля с другой стороны мы вытаскиваем сквозь нее рабочую ниточку на изнаночную сторону и что у нас получается у нас получается стянутая вот здесь вот последние петельки и уголочек он получается более мягким ну то есть если вы сейчас до прошиваете вы поймете что здесь он получался бы очень острым а так он более такой вот закругленный такой миленький хотите можете сделать собрать здесь последние 6 петелек то есть по 3 сверху 3 снизу по 4 петельки хотите можете 8 собрать то есть принципе здесь разница сильно не сыграет но главное чтобы не был вот такой вот скажем так слишком затянутый этот уголочек вот я оставлю при собранным вот таким вот образом далее я беру как обычно свою ниточку обрезаю покороче для удобства делю пополам и продеваю вот так вот крючком снова же за любую полу петельку ближайшую и завязываю узелочек то есть в принципе как я это прятала краешки раньше и я продеваю сквозь вот эти вот собранные петельки прячу ниточку сюда раз можно еще раз точно также продеть сквозь вот эти петельки то есть принципе просто спрятать ниточку и зафиксировать так как краешек у меня коротенький то я буду постоянно вот так вот продевать и все отрезаем хвостик принципу нам уже здесь не нужен без принципа вот так вот отрезаем спрятаем хвостик закрепили ниточку у нас получился вот такой аккуратненький красивый капюшончик здесь у нас как вы видите я уже сказала немножечко на резиночке ровно вот видно что сшито но в то же время очень даже аккуратно благодаря резиночке у нас хоть и загинается край немного но это лишь только для того он загинается немножечко снизу для того чтобы не грубо садился капюшончик то есть здесь капюшончик как вы видите посмотрите аккуратно садится вот если застегнуть верхнюю пуговичку то он ложится очень ровненько красивенько вот так вот все остается лишь только немножечко отпарить наше вязание гладить я никогда не рекомендую вязаные вещи так как может деформироваться в общем стать материал более мягче и не держать так красиво как он держит изначально вот хотите можете постирать по желанию и все в принципе вот такой вот у нас капюшончик получается я надеюсь что у вас получилось все и понравилось было интересно не забудьте лайк спасибо что оставались со мной всем хорошего настроения ровных петелек делитесь моим видео со своими друзьями пока пока